Я так благодарен Господу, Он когда говорит в начале, что будет потом, и Он совершает это. Это суть Слова Божия, когда Господь, Бог говорит в нас и через нас, приходит время, это совершается. Поэтому, если ты первый раз здесь, или много раз ты слышал много обещаний Господа Бога, она скоро совершится в твоей жизни, только имей немножко терпения, и исполняй волю Отца Бога нашего, и обетование ты получишь во имя Господа Иисуса Христа. Знаете, 95, 4, даже 3, начиная с 93 до 98 года, я молился усердно, чтобы Господь открыл Слово Божие в Турции, чтобы там этот Ислам изменился. Ну, как я, нам всегда в детстве научили, что у нас есть один враг, это турки, потому что они совершили геноцид, они убили столько армян за христианство, за веру. Ну, это так и было. И знаете, когда я читал первые разы Евангелия, Иисус говорит, любите своих врагов, я думал, наш враг это турки, их нужно любить. Это очень трудно было, потому что в стране, знаете, из детства уже это внушает каждого ребенка, что есть враг, и годами, понимаете, у всех сидит вот эта ненависть против этого народа. Ну, когда-то было это, но столько, сто лет уже прошло, многие ушли, многие сегодня невиновны в это, наши отцы тоже много чего сделали, понимаете. А сам Господь Бог в своем слове говорит, и больше этого не будет говориться даже в Израиле. Знаете, в Израиле раньше было, отцы ели, а скрыжало зубы детей, то есть дети отвечали за вину отцов. Всегда это так было. Как первый Адам согрешил, и все жители земли, все за это попали в проклятие. Это как родословное проклятие пошло за одного человека. И Библия так тоже и нам учит, понимаете. Но Господь Бог, Он сказал, я буду такие вещи совершить на лице земли, что больше такого не будут говорить, что за вину отцов дети будут платить. Но Бог сделал в своем Писании, Он обещал, что я буду такое совершить на лице земли, чтобы за вину отцов дети не будут страдать. За вину детей отцы не будут страдать. То есть за мою вину никто не будет страдать. Это только я могу страдать. То есть поэтому сегодня Бог сделал веру как индивидуально. И это совершило через жертву Иисуса Христа, потому что Иисус вычеркнул все долги человечества, все грехи наши. Он говорит, я не вменил Господь Бог нам наши грехи. И дает нам шанс заново жить, и каждый отвечает за собой. Поэтому вот это что Бог совершил, это через Иисуса Христа. Он просто старое все уничтожал. И теперь говорит, кто не верит Иисуса, тот грешник. Понимаете? Не то что из отцов, а то что сегодня ты принимаешь или не принимаешь Иисуса. Так что много времени я с моим сердцем работал, чтобы пришла любовь в моем сердце. И знаете, это была причина. Я как будто всех людей любил, кроме этого народа. И начал просто молиться, Господь, измени мое сердце, измени мое сердце, чтобы я в моем сердце видел, что вот этот ненависть ушел от меня. И когда я читал паспорт моего отца, там написано, место рождения, этот город Ван. Этот Ван находится в территории Турции сегодня. Мой отец там родился, и паспорт был такой. И они рассказали, как там все это произошло. Понимаете, это страшно было. И таким путем я начал молиться, и в моем сердце, чтобы пришел этот любовь. И это была причина, что эта любовь пришел от Духа Святого. А Писание говорит, любовь в нас распространяется через Духа Святого. То есть без Духа Святого мы не можем иметь любви Божьей, чтобы кому-то любить и простить и так далее. Я видел, что много чего в жизни человека, проблема, это когда человек не имеет любви. Если нет любви, нет прощения. Ты не можешь просить людей. А молитва отче наш там говорит, отец, проси, мои дорогие, как я прощаю должников моих. Значит, если я не могу просить, то Бог тоже меня не прощает. От моего прощения зависит того, чего Бог как будет мне просить. Поэтому там молитва такое, проси меня, как я прощаю. Поэтому благослови меня, как я благословляю. Люби меня, как я люблю. Что хочешь, чтобы люди тебе сделали, ты сделай им. Вот этот закон, который работает в нашей жизни. Поэтому, если с тобой что-то не так, значит, ты с кем-то что-то не так. Все зависит от тебя. Никто не виноват в твоей жизни. Я начал молиться, и там открылся Новый Завет, что Бог заключил Новый Завет. Я по Ветхому Завету пытался изменить мою жизнь, сохранить кое-какие. Старался любить, простить, но это не получилось. Раз, два, три, когда любишь их, ты любишь. А кто тебе немножко не так, не получается это, потому что это невозможно. Понимаете? Вот это невозможно без Божьей помощи. Поэтому, когда я пытался достигнуть вот этого совершенствования, я видел это совершение Бог. Он только, Он есть любовь. Он только может любить и своей любовью покрывать всякие грехи. Даже Писание говорит, любовь покрывает множество грехов. Один грех твоя любовь не покрывает. Почему? Потому что это любовь человеческий, земной. Это не божественная любовь. Когда мы имеем любовь божественную, она покрывает все. Для него нет ничего невозможного. Понимаете? И я сталкивался с этим проблемой, начал молиться. И потом читал книги евреям, когда апостол Павел писал их. Там много написано о Новом Завете, как это происходит. Там 8, 9, 10 глава в этих местах пишет, что Новый Завет, который Бог заключил, Завет с людьми. Ветхий Завет, это Бог заключил Завет с Авраамом и дал ему обрезание. То есть народ Божий, верующий, который познал Бога, у них был знак. Это знак было обрезание крайней плоти человека, мужского пола. И Авраам сделал это обрезание, как знак праведника, как знак, что это принадлежит Богу. И через это, кто принял этот Завет, они должны были сделать обрезание. И через это они отделили себя от многих народов, и они назывались Божьим народом. Но когда пришел Новый Завет, и там на Ветхом Завете, когда Бог заключил Завет с людьми, с Авраамом, с его потомком, Он дал заповеди, Он дал законы многих пророков. И они начали говорить и установили все это законы, чтобы они могли по этому закону жить, в соответствии в этом Завете, чтобы Господь мог человеку помочь, исцелять и благословить и так далее. Но, знаете, когда я пытался исполнять, это не получилось у меня. Пришлось бы еще обрезание сделать, это самое главное, оттуда и начинаются остальные, но не получилось. И потом я смотрю, что апостол пишет Новый Завет. Он говорит, Иисус поднял бокал, день Пасхи, когда заключил Завет Господь, он просто поднял и сказал, вот это кровь мой, которой Бог заключает Новый Завет с вами. Новый Завет, то есть через кровь Иисуса Христа. Через жертву Иисуса Христа. Там была обрезана крайняя плоть, а здесь был убит сын Бога Живого. Он пролил свою кровь. И, знаете, и через этот кровь Бог обещал, все сделай новое. Я буду писать законы в ваших сердцах, в ваших разумах. И, знаете, я понял, что это когда он будет писать, он должен менять мое сердце. Вот тогда он говорит, я новое сердце вам дам, новый дух вам дам. И апостол Павел пишет, говорит, что истинный еврей не тот, который имеет обрезание плоти, а тот, который имеет обрезание сердца. Он говорит, что ни обрезание, ни не обрезание ничего не стоит, если нету новое сердце. Я думал, значит, мне нужно новое сердце. Я молился Господь, дам мне новое сердце, такое сердце, которое может любить и простить, и жить. И Господь это совершил, понимаете. Он изменил мое сердце и даровал мне новое сердце. Я начал любить этот народ. И не только это весь мир. Так легко было любить каждого человека. Без любви никак не можешь нести добрую весть. Как ты можешь людей добрую весть принести, если ты не любишь их? Знаете, многие от ненависти не суд, не добрую весть, а наказание. Бог вас будет наказать. Вот вам нужно покаяться. Знаете, это не добрую весть. То есть, есть гнев Божий на людей, которые люди вгрещат. И люди от ненависти начинают проповедовать то же, что вот скоро будет суд, наказание, и гнев Божий вас будет наказать, и так далее, и тому подобное. Этот Евангелие не рождается от любви. Поэтому любого она покрывает, наоборот, не смотрит грехи человека. Он просто... Иисус, когда пришел, никому не обвинял. Он всех просто исцелил подряд. Он всех благословил подряд. Кто пришел к нему, он не наказал их. Он не сказал, вот вам это так правильно, потому что вы так поступаете, так поступаете. Наоборот, он поступки человека игнорировал и просто дал прощение грехов. Исцелил, освободил, изгнал бесов. Вот это есть добрая весть. А это ты можешь человеку нести добрая весть. Ты можешь нести человеку дары, подарки. Кому ты будешь приносить? Того, кого не любишь или кого ты любишь? Если ты не любишь, ты не можешь приносить кому-то хорошее. Согласны вы со мной или нет? Когда человека не любишь, как ты можешь ему идти поздравить там 8 марта или там, не знаю, где Новый год? Нет, вообще у тебя даже не хочешь вспомнить этих людей, которых ты не любишь. Но когда у тебя есть любовь к отношению к человеку, ты всегда будешь следить, что в любое время как-то поздравить, как-то общаться, то есть проявить свою любовь, чтобы этот человек тоже узнал, что ты ему любишь. Поэтому, когда приходит любовь к Божьей, она уже дает тебе возможность, чтобы ты понес добрую весть к народу. Не наказание, а добрую весть. Понимаете? Я сам понял, что я сказал вам. Не знаю, вы поняли или нет. И так получилось, я 4 года и больше молился за этот народ. И Бог дал мне любящее сердце. Поэтому, когда я приехал в Барнаул, вам очень сильно любили, потому что эта любовь уже была. Когда я любил своих врагов, которые считал турки, а вы уже не враги. Вообще, эта любовь действовала очень сильно. Поэтому, когда я приехал сюда и видел нуждающихся людей, я Богу думал, как Богу сказать, что, Господь, я хочу оставаться здесь. И знаете, так интересная молитва была, такое ощущение. Ты 5-6 лет молишься там, постись, чтобы, Господь, я хочу, чтобы ты меня отправил в Турцию, чтобы там открылась дверь. Я проповедовал, и знаете, 3 раза я организовал такой молитвенный тур, начиная с границы Армении до Стамбула. Каждая деревня, каждый город, мы машины ездили, и вошли в этих деревнях, и молились, и сказал, как основание Слова Божия, когда Авраам шел, Господь сказал, где наступит твоя нога, эта земля, я дам тебе наследие. Я на это основание, по вере, просто 3 раза шел и молился, чтобы эта земля стала как наследие. И понимаете, и после всего этого я ожидаю, чтобы Господь не пошлет. Как раз это было то время, когда я с женой, мы молились с утра, до 55 утра встали, пошли на поле, и до 8-9 мы постелись и молились, чтобы Господь нам открыл двери, потому что мы евангелизировали нашу деревню, наш край, нашу страну, как Слово Божие говорит, вы будьте свидетелем моих в Иерусалиме, Самаре до края земли. Мы, как Иерусалим, это наша территория, Самария это как весь Армения, а край земли это уже соседняя страна, я думал, нужно поехать туда уже проповедовать, время уже пришло. И знаете, в это время я получаю письмо, приехав с Барнаулой. Одна сестра приглашает сюда, их была нужда, что мы приехали сюда и служили им. Они сказали, мы будем билет купить на поезд. Я узнал, что поезд из нас пока сюда приедет, это 10-15 дней почти пройдет. А у меня не до этого, я жду от Бога ответа, что Господь нам пошлет в Турцию, а кто-то из Барнаула зовет. А я даже не знал, Барнаул где находится, пришел домой, открыл карту, посмотрел, Сибирь. И знал, что раньше всех поселяли сюда, в Сибирь. Моего отца тоже в свое время хотели ссылку сделать сюда, в Сибирь, но остался в Армении, на вредный цех там был, в какой-то заводе, и как наказание ему туда отправили. Там люди 3 года всего живут, но он там 10 лет работал, не умер. Все, кто послали его туда, они все умерли, а он жил 90 лет. И без болезни, без ничего пошел домой. Он просто лежал и всем сказал, все, я иду домой. И вот так помахал рукой, смеялся, и все, и глаза закрыли, и скончался. Такое интересное было. И знаете, в это время мне не до этого, я говорю, нет, если они купят билет самолета, я тогда пойду. То есть я усложнял ситуацию, чтобы отстали от меня, потому что мне вообще голову не пришло ни разу, и они молятся, я не знаю, что это за страна, я туда не пойду, короче. И через неделю или через 3 дня они согласились купить билет самолета, но в одну сторону. Обратный билет не был. Они купили билет Ереван-Барнаул. Ереван-Новосибирск. Обратного не был. И знаете, я думал, обратный когда будет? Они сказали, приедем сюда, будем работать, и как зарабатываем деньги, тогда купим обратный. Вот так и мы приехали, и обратного билета нет. И с тех пор не получается. АПЛОДИСМЕНТЫ И знаете, я когда здесь молился, и видел здесь, как люди нуждаются, и однажды в моем молитве мне стыдно было Богу уговаривать, чтобы Господь отменили мои планы, то, что я от Него уже 5 лет прошу. Я хотел ему сказать, Господь, хочу оставаться здесь. Можно какое-то время в Турцию не вспомнить, потому что здесь нужды есть. А в Турции я три раза поехал, там как-то видел, однажды даже видение видел, что его время закрыто, потому что там мы видели более полтора тысячи миссионеров, они все 10 лет, 15 лет там были, но не было удачи, там не было открыто для Евангелия. И знаете, я когда вот так в молитве, в моем ощущении вдруг, и Бог тоже как-то хотел мне сказать, что оставаться здесь, и хотел так сделать, чтобы я не обиделся. И знаете, это так интересное ощущение, прямо вот так было у нас такое молитвение, такой разговор с отцом. Я согласился, он там в небеса тоже был очень радостный в этом, как-то мне не хотели обидеться, потому что вот 7 лет ты просишь, просишь, и вдруг перестаешь просить, хочешь что-то другое. Это немножко не очень серьезно такое. Но мы согласились с Господом и остался здесь. К чему это я рассказывал, что Турция это один из стран, где будет очень серьезное пробуждение. Это страна, где все церкви в свое время образовывались там. Можно сказать, Евангелие из Евреев вышел, и территория Турции, это Ефессиане, это Каримфиане, это Македонцы, это все в этом территории. Галаты, знаете, то, что Павел там поднимал, очень мощные, семь церквей, которые откровенно пишутся, это было все территории Турции. И понимаете, там было очень, вначале, самое такое огненное место христианства. Даже Стамбул тогда назывался Кастандин Полис, там это был всего мира центр, христианского центра, где и писались эти книги, где и приняли много решений в этом христианском мире, понимаете. Всякие соборы там произошли. И там каким-то образом чужая религия царила там, и там христианство погас. Понимаете. И я смотрю, что Бог показал, что опять будет пробудиться там, пробуждение будет. Когда читаешь Библию, как заезжаешь в Израиль, там все, каждая клетка этой земли, это исторические, которые написаны в Библии. Все как будто знакомы места. То же самое, когда ты читаешь послание апостола Павла, там в этих церквях, это как будто ты идешь туда, эту страну, ты видишь те места, где апостол Павел ходил. И много раз, когда я был, там не было. А этот раз мы шли в один церковь. И знаете, церковь невозможно не бить от Бога, если в одном месте собираются столько людей, и среди них половина армяна, половина курды, половина асильцы, половина турки, и корейцы там, и казахи там, то есть разные национальности. Но это четыре нации, которые были турки, курды, асильцы и армяне. Это четыре народа, которые века, мы они сражались, они были враги друг с другом. А всех собирать в одном месте и поклоняться одному Богу, это только Бог может делать. Понимаете? Невозможно. Разные культуры, разные понимания людей, разных богов они поклонялись. И всех собираться в одном месте, это нужно серьезное изменение сердца, чтобы они оставили все свои культуры и начали поклоняться живому истинному Богу. Понимаете? Почему здесь мне нравится? Потому что мы здесь не создавали армянскую церковь, чтобы все как армяне привезли сюда свои культуры, свои обидчи, понимаете? Каждый народ, каждая страна имели своих богов, имели свои культуры, имели свой менталитет. И знаете, когда в церкви как одна, один народ, там побольше начинается, просто уже национальный получается. И Христос как становится, как по национальности этого нации. Но когда многонациональное место, и все вместе любят, и живут уже, это значит, что-то новое произошло там. И Дух Святой там работает. Понимаете? Поэтому, слава Богу, за эту церковь. Там корейцы приехали туда, проповедовали, а потом сегодня там один курт-пастор, его помощники тоже из разных наций. И они очень сильно любили меня, и принимали, и мы пошли и служили. А этот раз, они собирали, он много пасторов, и мы сделали пасторские конференции, там я служил их, и конкретно они это собрание сделали, чтобы я конкретно приехал туда, их проповедовал. Понимаете? И это слово очень мощно, сильно коснулся им. Бог дал такое слово, как можно ловить людей, как можно идти и проповедовать Евангелие. Все хотят идти, и читают Библию, говорят, идите по всему миру, да? И все хотят идти, но кому Иисус сказал, идите? Он сказал своих учеников. Вместо того, стать учениками, они хотят идти. Прежде чем идти, тебе нужно стать учениками Иисуса Христа. А для учеников есть конкретная там инструкция. Нужно оставить отец, мать, детей, там, жену, имение, взять свой крест, тогда Иисус сказал, ты достойный меня. Он сказал, если ты не любишь меня больше, чем своих родителей, ты не достойный меня. Если не любишь меня больше, чем своих детей, ты не достойный меня. Если не любишь меня больше, чем своих братьев, сестер, ты не достойный меня. Если не любишь меня больше, чем твою жену, ты не достойный меня, или мужа. Если ты не любишь меня больше, чем самого себя, ты не достойный меня. Иисус таких учеников хочет готовить А таких Он посылает, идите Потому что такие пойдут Они любят Иисуса больше всего Они будут работать и служить ради Царства Иисуса Где Иисус есть Царь А когда ты больше любишь кого-то Вместо Иисуса Ты любое время можешь То, что ты приобрел Просто дарить того, кого ты больше любишь Если любишь ты себя больше, чем Иисуса Тогда ты станешь Царем над этих людей Ты будешь просто править их Ты не дашь место Иисуса Христа Никогда Иисус не будет жить в тебе Но ученик тот, который уже не он живет А Христос живет в этом теле И этот человек не живет для себя То, что он приобретает То, что он служит То, что он сделает И славу, и честь, и богатство И все-все, что есть Он приносит кому? Того, который он больше любит А это кто? Иисус Христос Поэтому Эта любовь в нас распространяется Через Духа Святого Когда человек станет Таким учеником Иисуса Христа А это не просто так слова Я ученик Иисуса Пришел несколько раз в церковь Там читал, молился Уже ты стал учеником Нет, это сердце Которое Бог должен видеть Вот посмотрите Авраму Бог сказал Принеси мне жертву Исаака Потому что Аврам Всех жертвовал Своих родных, близких Там Лота жертвовал Сару жертвовал Там сказал Авимелик забрал Он вообще Безразлично То есть он всех почти жертвовал Но когда Исаак пришел Он Исааку больше начал любить Понимаете? И Господь сказал Принеси мне эту жертву И когда он принес Исааку Знаете В пути Бог видел Что уже согласился Когда поднялись они на гору Бог видел Что он согласен Вроде нормально Можно было остановиться Зачем пугать ребенка? Но знаете Когда пришел час Когда он положил трава И завязал руки Своего сына А сын это Не маленький был Он где-то 15 лет По-моему Или 16 был Это страшно Ты представляешь Своего сына Который уже 15 лет Он уже совершен И понимает все Он задавал вопросы Отец Где жертва? Он сказал Богу смотрит И теперь отец Завязывает его И на дрова Он хорошо понимает Что он должен быть Как жертвой Я не думаю Что в таком возрасте Он будет согласиться Умереть Это невозможно Он может быть Там кричал Орал Плакал Папа И знаете Как Если плачет Там Ты представляешь Эту ситуацию Могли бы им представить Ты поднимаешь Своего сына Порезать ему Он плачет Умоляет тебя Чтобы этого не делать Останавливайся Он влияет На твою совесть А ты продолжаешь А Бог смотрит Знаете Когда Иисуса Тоже подняли На крест Когда ему Били Отец Всегда дал ему Власть Он просто Покорил все Ветер его Подчинялся Волны его Подчинялись Мертвые Подчинялись И он Воскрес Мертвых А теперь Он на кресте Отец Оставил ему Забрал всю Силу От него И он там Мучается Он умирает И отец Молчит Ждет И знаете То же самое Пережил Сын кричит Как Иисус Кричал Отец Почему ты Мне оставил Даже в таком Ситуации Когда Иисус Согласился Три Три часа Он молился Чтобы Господь Отец Поменял Эту чашу Но он сказал Не моя воля Да будет твоя воля Знаете Это не просто Молитва Это он умер И воскрес Там У него сила Покинули Все силы Он Ангели пришли И дали ему силу Его Под Как капли Крови Капали Это знаете Очень серьезно Духовные муки Были Когда он видел Что творится С ним И он должен Просто Беспомощный А это все Сила Кто дал Дух Отца Моего На меня Значит В это время Этот дух Покинет Ему И он Остался Беспомощи И он Пережил Все эти Муки Он Чувствовал Все это Это было Очень страшно И знаете Бог Отец Он посмотрел На все Это И терпел И терпел У него Сердце Горелось Терпел И здесь Теперь Авраам Посмотрите Он Уже Берет нож Мог бы Бог Чуть пораньше Остановить Чтобы этот Ребенок Не пережил Этот страх Нет Бог Останавливает Он говорит Давай И Авраам Последний Секунд Вот Вот Уже Секунда Остается Чтобы порезать Горло Ангель Останавливает И здесь Говорит Я видел Твое сердце Авраам Знаете Бог хочет Видеть Твое сердце Невозможно Чтобы Таким путем Ты был Покорный Смирен И согласился Со Словой Божией Как апостол Петр Говорит До крови Сражайтесь Против Греха Против Плотских Вещей Чтобы Бог Увидел Ваше Сердце Чтобы Вы действительно Ненавидите Грех Ненавидите Плотское И любите Господа И Авраам Доказал Что Бог Я люблю Тебя Твое Слово Для меня Очень Дорого Это Слово Он просто Показал Я Люблю Тебя Больше Чем Моих Родных Близких Люблю Тебя Больше Чем Моя Страна Люблю Тебя Больше Чем Мое Имение Люблю Тебя Больше Чем Моего Сына Который На сто Лет Я Получил И знаете Он Доказал И Бог Сошел Туда И сказал Авраам Я видел Твое Сердце Я Егова Ире Егова Ире Означает Я буду Спонсором Все Твое Потомство Я Все Буду Спонсировать Благословить Вся Потомство Который Будет Родиться От Этого Исаака Я Буду Всегда С Вами Вы Ни в Чем Будете Нуждаться Вот Такое Обетование Господь Дал Аврааму Потому Что Он Видел Что Авраам Любит Его Больше Чем Всего Что Есть И То же Сам Иисус Сказал Нам Нужно Любит Христа Больше А Кто Христос Это Его Слово Когда Мы Любим Слово Божие То Что Имел Ввиду Иисус Когда Сказал Ты Будешь Любить Меня Больше Чем Твоих Родителей То Твои Родители Могут Тебе Говорить Слово Воспитание Каких То Вещей Заповеди Но Иисус Это Тоже Слово Мы Должны Отвергать Слово Всех И Принимать Слово Божие То Слово Божие Должно Быть Для Меня Самым Главным И Авторитетом И Когда Для Нас Слово Божие Как Самый Первый Не Можем Отрицать И Отвергать Всякое Мнение Даже Мнение Моего Плоти Мнение Моего Мишления Но Я Буду Смирить Себя Под Словом Божием Неважно Куда Ведет Это Слово Как Это Слово Иисусу Сказал Давай Поднимайся На Крест Авраам Сказал Иди Жертвуй Знаете Это Страшное Слово Но Все равно Как Израиль Освободился От Египта Это Тоже Было Слово Они Пришли Упирались Красного Море Сзади Враг Переди Море Это Слово Было Они Ходили За Словом Божием И Теперь Пожалуйста Такой Тупик Знаете Когда Бог Что-то Говорит Он Всегда Видит Больше И Дальше Его Слово Это Вечная Жизнь Его Слово Это Путь Его Слово Это Истина Поэтому Это Слово Которое Освободили От Рабства Привел Красное Море Сам Это Слово И Открыл Красное Море Сам Это Слово И Ввел Их Через Пустыну Это Слово Им Было Сказано Что Я Хочу Вам Дать Хананскую Землю Я Хочу Чтобы Имели Хорошую Жизнь Его Слово Для Тебя Будет Хорошей Жизнь Но Прежде Чем Мы Достигнем Этого Хорошего В пути Есть Много Чего Тоже Слово Требует От Нас Поэтому Нам Нужно Смириться Перед Словом Божиим И Кто Смиряется Это Слово Дает Ему Благодать И Благословение Амин Евангелие От Иоанна Первый Глава Первый Стих Вначале Было Слово И Слово Было У Бог И Слово Бил Бог Я Хочу Это Все Просто Вошел Ваше Сердце Вот Эти Стихи Вначале Было Слово И Слово Было У Бог Слово Бил Бог Она Была Вначале У Бог Все Через Него Начало Бить И Начинается Через Слово Божие Когда Бог Что-то Провозглашает И Говорит Это Действие Это Что-то Происходит Понимаете Поэтому Когда Мы Молимся Просим От Господа Месяц Нашей Молитвой Нашей Просьбой Уговариваем Чтобы Бог Начал Говорить Потому Что Как Бог Скажет Слово Это Слово Воплотится В Нашей Жизни Мы Поэтому Когда Мы Молимся Просим Жизнь Просим Благословения Просим Что-то Его Все В Его Слове Поэтому Поверь Этого Что Господь Через Твое Слово Должно Совершиться Моя Жизнь Если Какая Болезнь Бог Должен Говорить Слово На Эту Болезнь И Сотник Убил Болен Его Раб Он Сказал Иисус Скажи Одно Слово Потому Что Подо Мною Есть Многие Подчиненные Моего Слова Которое Я Говорю Потому Что Я Сотник А Они Мои Рабы И Они Подчиняются Мне Теперь Он Говорит Иисус Ты Царь Твоя Слово Имеет Власть Над Болезнями Над Проклятиями Ты Имеешь Власть Когда Ты Скажешь Слово Этому Болезни Который Живет Моего Раба У Меня Нету Власть У Меня Есть Власть Над Моего Раба Но У Меня Нету Власть Над Этого Болезни Знаете Цари Президенты Всякие Они Имеют Власть Над Нашей Плоти Они Могут Нам Наказать Судить Штрафовать И так Далее Понимаете Но Они Не 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 Но Над Этим Иисус Имеет Власть Потому Что Он Сказал Бог Помазал Меня И Дал Мне Власть Халилюя И Этот Власть И Он Сказал Скажи Одно Слово На Эту Болезную Это Была Молитва Скажи Одно Слово То Это Была Вера Что Ты Он Верил Что Если Бог Скажет Одно Слово Это Слово И Селит Его Раба Через Кого Он Может Сказать Через Духа Святого Он Может Взять Своего Раба И Говорить Слово На Твою Проблему Когда Звучит Это Слово Это Слово Исселяет Как По Вере Твоей То По Вере Твоей Придет Поэтому Апостол Павел Учит Говорит Без Богу Без Веры Угождаться Невозможно Нам Нужно Верить Что Он Есть И Он Может Говорить И Когда Он Говорит Совершится Поэтому Без Его Слова Ничего Не Было Что Било И Когда И Сегодня Тоже Ничего Не Произойдет Нашей Жизни Если Он Не Сказал И Не Скажет Сейчас Алли Поэтому Послав Духа Святого В нас Чтобы Дух Святой Всегда Прозвучит Слово Сегодня Что Нам Нужно И Когда Мы Молимся И Духом Сердце И Говорит Это Отцу И Оттуда Отец Дает Ему Слово И Это Слово Дух Святой Прозвучит В ушах Твоих И Когда Ты Слышишь Это Слово И Слышит Это Слово Твоя Нужда Тоже Она Исчезает Из Твоей Жизни Ты Даже Не Знаешь Какие Проблемы У тебя Но Просто Ты Молишься Кто Крещен Духом Святым Он Молится Языками Говорит И Дух Святой Знает Что Тебе Нужно Он Передает Отцу От Отца Берет Слово И Передает Тебе Он Может Тебе В ушах Не Говорит Но Он Говорит Ту Проблему Которая Внутри Тебя И Проблема Исчезает Аллилуйя То же Самое Когда Мы Молимся Мы Должны Ждать Всегда Слова Он Посылает Мою Волю А Воля Бога Отца Нашего Это Доброе Хорошее Иногда Это Видно Как будто Плохое Как Это Убить Моего Сына Но Знаете Это Слово Она Испытывает Когда Ты Поступаешь По этому Слову Ты Не Знаешь Дальше А Бог Знает Дальше Что Будет А Дальше Это Открыл Двери Небесные Благословения Для Всего Потомства И Там Когда Ангел Остановил Там Был Агнец Там Был Агнец Всегда Узнай Есть Агнец Божий Который Всегда Он Заступает Те Время Когда Ты Должен Лишиться От Чего И Является Агнец Который Берет На Себя Всякая Боль Всякая Смерть И Освобождает Тебя От Наказания И Этот Агнец Иисус Христос Дорогие Мои В чем В слове В слове Жизнь Божия Многие Люди Просто Нуждаются Изменения Жизни Как будто Это дерево Ты вервал Из земли Начали Листы И по Бледнец Там Умирает Дерево Ты питаешься Каким-то Другим Образом Восстановить Жизнь Дерево Его Другой Образ Нет Его Нужно Насаждать Землю Иногда Поздно Ты насаждаешь Уже Не Восстанавливается То же Самая Проблема Человек лишен От Словы Божьей Когда нет Отношения От Слова Божьей Отношение Человека С Богом У него Всякое Худое Может Произойти Но Когда Уже Ты питаешься Как Иисус Сказал Я виноградная Лоза А вы Ветки Ветки Сам себе Не могут Приносить Плод Но Когда Ты в Лозе От лозы Ты питаешься И твои ветки Приносят Плод Хороший И Отец Увидит Это И еще Поэтому Мы питаемся От Бога Когда мы питаемся Его Словом Он оживляет Его Слово Есть дух И жизнь Его Слово Имеет власть На всех вещей Которые Мы не имеем Власть Кто Бог Когда мы говорим Бог Понимание Людей Название Бог Это означает Всемогущий То что Человеком Невозможно Богом Возможно У воображения Человека Слово Бог Я не говорю Того Бога Которого Мы молимся Вообще Бог Слово Бог У людей Мишление Это слово Бог Это Бог Всемогущий Он сильный То есть То что Человек Не может Делать Бог Может Делать Поэтому Люди Создавали Разных Богов Своих Создали И называли Это Бог Если будем Исполнять Его желания Он будет Исполнить Того Чего Мы не Можем Делать Но Иногда Не Получается Иногда Людей Остается Значит Этот Бог Не Работает Но Когда Есть Живой Истинный Бог Он Поселяет Слово Его Слово Что Делает Воплощается Те Которые Приняли Его Верующего Имя Его Дал Власть Безчадами Божьими Которые Не От Крови Не От Хотели Плоти Не От Хотели Мужа Но От Бога Родились И Слово Стал Плотью Вот Мне Самое Главное Хочу Чтобы Ты Это Видел Слово Стал Плотью Обитало С нами Полная Благодать И Истин И Мы Видели Славу Его Славу Как Единородного Отца Амин То есть Когда Бог Поселяет Слово Это Слово Не Пустое Не Возвращается Он Творит Что Для Чего Он Послан Если Он Послан Уничтожать Грех Твоей Жизни Значит Ты Увидишь Больше Их Не Увидишь Они Уйдут Если Это Слово Были Послан Для Того Чтобы Ты Исцелился Болезнь Исчезнет От Тебя Больше Ты Не Увидишь Его Потому Что Это Слово Были Послан Именно Этого Если Твоя Жизнь Ни Счита Долги Проблемы И Ты Молился И Бог Послал Слово Для Этого Значит Эту Проблема Исчезнет И Его Слово Сотворен Небо И Землю Через Его Слово Это Совершается Поэтому В это Время Когда Люди Были Пророки Они Имели Слово В своих Устах Когда Бог Благословляет Тебе И дает Слово В твоих Устах В твоем Разуме В твоем Сердце Знаете Это Бог Уже Обитает Внутри Тебя Бог В твоих Устах То Это Слово Сотворившее Небо Из Земли Это Слово Имеющее Внутри Себя Силу Любое Место Он Может Работать И Действовать Когда Есть Слово В твоих Устах Это Живо И Действенно Это Бог Всемогущий Ходящий Который Творит И Продолжает И Сегодня Творить Поэтому Вера Христианство Что Это Означает Это Слово Божие Среди Людей Это Имануэль Как Бог С Проблемах За Кого За Нашу Веру Мы Верим Как Этот Сотник Поверил Что Иисусу Дано Это Слово Да Он Из Назарета Но Он Есть Слово Божие Бог Благоволил Все Его Слово Всего Природа Все Было В нем Иисус Он Ходящий Слово Божие Воплошенное Слово Божие На Земле Воплошенное Слово Божие Это Его Кто Есть Бог Который Моисей Когда-то Видел На Горе Что Это Бог Когда Ходил Мимо Его Там Он Слышал Голос Милостив Долгоцерплив Любящий Он Грех Наказует Грех Не Оставляет Грешника Без Наказания Много Милостив Долгоцерплив Это Его Характер Это Его Природа И Моисей Этого Видел А Иисус Когда Пришел На Землю Он Был Ходящий Вот Это Слово Воплощенном Виде И Знаете Он Совершил Это Он Явил Милост Отца Лежа Человек 38 Нет Расслаблен Иисус Пришел К нему Говорит Грехи Твои Прощаются Возьми Твой Постель Иди Домой Он Весвобождает Слово Это Была Воля Божия К Отношению Этому Человеку То Это Милост Божия Ты Не Достоин Этого Исселения Ты Должен Наказуем Уже 38 Лежит Но Милост Божия Достиг Тебя Ты Исселен Встан И Пойди Домой И Знаете Это Воплощенное Слово Божие Возмездие За Грех Смерть И Когда Он Пошел На Крест Это Тоже Милост Божия Это Тоже Слово Божие Воплотится Что Бог Сказал Грешник Должен Умереть Нету Ни Одного Прощения Грешник Должен Будь Наказуем Поэтому Иисус Был Наказуем За Всего Мира Это Тоже Совершилось Это Тоже Воплотился Что Бог Такой Он Не Оставил Хотя Его Сын Стоял Вместо Нас В Этот Суд Все Равно Бог Не Пошадил И Не Поменял Свой План Его Слово Не Меняется Какого Его Характер Он Сказал Все Грешник Должен Наказуем И Это Наказание Смерть И Когда Его Сын Стал Как Грешник Вместо Нас Бог Не Сказал Ну Ладно Это Мой Сын Мой Сын Давай Лучше По Другому Сделаем Планы Поменяются Это Не Менял Характер Отца Это Не Менял Его Характер Как Он Был Неважно Наказание Это Его Закон Это Его Природа И Поэтому Он Иисуса Наказал Издевался На Иисуса Вся Наказание Это Было Наше Наказание Поэтому Когда Мы Стоим Перед Крестом Мы Видим Что Мы Были Достой Этого Смерти Но Когда Иисус Дял На Себя Это Милость Божия Что Он Нам Освободил И Еще Природа Иисуса Грешник Должен Быть Наказуем И Этот Грешник Был Иисус Ему Наказал Отец И Когда Мы Стоим Перед Этим Крестом И Должны Осознать Что Это Не Его Место Это Наше Место Это Мы Заслужили Это Мы Должны Были Быть Как Знаете Про Левой Стороне Грешник Этот Разбойник Кричал Если Ты Сим Божий Спускайся И Нам Тоже Он Не Признал Свою Вину Он Обвинял Даже Иисуса Потому Что Иисуса Обвиняли Все Кричали Если Ты Сим Божий Он Тоже Обвинял Иисуса А Правой Сторон Разбойник Что Сказал Он Сказал Слушай Мы Заслужили Эта Смерть Мы Достоин Этого Наказания Но Этот Человек Этот Праведник Что Он Сделал И Он Обратился Иисус Сказал Да Я Достоин Этой Смерти Я Не Хочу Оправдаться Я Не Хочу Спускаться От Креста Я Признаю Мою Вину Я Достоин Этого Но Ты За Что И Сказал Когда Придешь Вспомни Меня И Что Сказал Иисус Отменили Его Приговор Сказал Сегодня Ты Со Мной Будешь В Раю Почему Потому Что Этот Человек Признал Себя Он Достоин Этого Смерти А Иисус Сказал Я Освобождаю Тебе Из той Смерти От Той Наказания Которое Бог Должен Тебе Наказать Потому Что Я Несу Наказание От Бога Который Я Беру На Себя Все Ваши Наказания И Он Оправдал Этого Грешника Поэтому Перед Крестом Это Милость Божия К нам Что Мы Недостойны Были Смерти Мы Заслужили Этот Но Мы Освобождаемся От Этого Благодаря Иисуса Христа Это Милость Это Милость Слова Милость Воплотилась В нашей Жизни А после Креста Мы Не Заслужили Никакого Благословения Мы Не Творили Ни Одного Хорошего Потому Что Здесь Перед Крестом Мы Признаем Что Мы Недостойны Правильно Мы Грешники Мы Заслужили Смерть Тогда После Креста Здесь Мы Получаем Прощение Здесь Наше Наказание Ставится На Христа И Он Понес Наше Наказание Это Милость Божия Что Воплотилась В нашей Жизни Теперь Мы Вошли Туда После Креста Теперь Что Я Стал Достойным Теперь Представьте Если Я Буду Хвалиться С Моими Делами Значит Я Там Обманул И Милость Тоже Не Работает Если Здесь Я Искренне Перед Крестом Что Я Признал Что Я Грешник И Помиловал Господь Меня И После Этого Я Не Буду Хвалить Себя Чтобы Получить От Бога Что То Мне Нечего Хвалиться Потому Что Я Только Что Признал Что Я Самый Страшный Грешник Я Здесь Не Достоин Даже Бить Одним Рабом Я Не Достоин Ни Одного Благословения Я Заслужил Смерть Но Милость Его Мне Спас Мне Не Убил Оставил Живой А Теперь Дальше Как А Теперь Я Не Достоин Благословения Но Благодать Иисуса Христа Мне Сделает Достойным Потому Что Иисус Когда Он Совершил Это За Меня Он Пошел На Крест Он Заслужил Сер Своего Отца Сделал Царем И Господом И Он Стал Царь Он Стал Вся Власть Ему Была Дано Еще Кто Стал Он Наследник Стал Все Богатство И Царство Небесного И Он Как Наследник Теперь Его Благодать Через Его Я Вхожу Под Благодать Его Я Становлюсь Наследником Царства Небесного И Когда Отец Мне Сегодня Благословляет Уже Не Ради Мои Дела А Ради Иисуса Христа Который Дал Мне Возможность Войти В престол Моего Отца Теперь Понимаете Когда В Ветхом Завете Не Било Этого Креста Я Не Мог Достигнуть К Престол Отца Поэтому Люди Не Могли Подойти К Ближе Этого Горы Когда Моисей Поднялся На Гору Они Все Могли Умереть А Теперь Через Христа Представьте Мы Получаем Милость Божия Заходим Туда Царство Небесное Святое Святылище У нас Уже Дерзновение Без проблем К престолу Отца Но Не Через Наши Деяния А Через Благодать Иисуса Христа Иисус Открыл Путь Да На Небесах И Мы Им Сегодня Дерзновение Он Очистил Наш Совест Он Даровал Нам Новое Сердце И Теперь Мы Можем Отцу Сказать Отец Благослови Меня Во имя Иисуса Во имя Иисуса Во имя Иисуса Я Достоин Получить Это Достоинство Это Во имя Иисуса Это Достоинство Это Иисус Это Он Перед Отцом Нашел Честь И Благословение И Богатство И Слава И Он Говорит Верующий В Меня Чтющий Меня Я Буду Чтить Прославляющий Меня К Народам Я Буду Прославить Я Извалю Мой Дух На Каждый Плоть Они Будут Наполняться Моим Словом Я Буду Их Богом Они Будут Моим Народом Я Буду Ходить Через И И Устах И Будет Моя Слово Где Скажет Моя Слово Она Совершится И Беси Будут Убегать Из Моего Слова Потому Что Моё Слово Это Я Есть И Весь Мир И Все Беси Сатана Они Все Боятся От Слова Божьего И Это Слово Сегодня Дано Тебе Через Духа Святого И Мы Не Были Достойнее Это Благодать Иисуса Он Достоин Щелор Руба Кэм Долоба Кэя Он Роман Долоба Кэм 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 Маш Кэй Аллилуйя Вы Понимаете Механизм Как Работает Это Так Работает Здесь Наше Действие Только Что Делать Верить Верить Что Это Так И Когда Веришь Это Сила Приходит Поэтому Иисус Своих Учеников Сказал Ждите Пока Получите Силу Сила Это Сила Сила Слова Божия Которая Он Внутри Тебя Просто Горит Как Огонь Он Меняет Твое Воображение К Отношению К Жизни Твое Воображение К Отношению Твое Благословение Как Ты Должен Заслужить Это Как Ты Должен Получить Это Очень Ярко Иисус Показал В Том Притче Когда Блюдный Син Ушел Из Дом Говорит У одного Человека Были Два Сына И Он Был Очень Богат И Однажды Младший Сын Сказал Отец Дай Нашу Долю И Отец Раздал Их Долю Отделил И Это Взял И Пошел В далекую Страну И Он Начал Там Свой Бизнес И Все Он Просто Расточили Банкрот Пришел У Него Не Получился И Он Свиня Ему Дали Этого Тоже Не Досто Своему И Что Он Сделал В Это Время Покаяние Изменение Мышления До Этого Он Хотел Свой Бизнес Он Хотел Без Каких Других Вещей Буду Я Тоже Так Сделать Как Мой Отец Но На самом деле Характер Отца Это Образ Отца Это Образ Бога То Это Имение Им Откуда Это Отец Его Заработывали Дал Им Отделил Им От Своего Имения Это Они Не Зарабатывали Это Отец Дал Эта Жизнь Не Мы Зарабатывали Дорогие Мои Эта Жизнь От Бога Нам Дано И Просто Живем Все Что Есть У Нас Это Бог Дал Нам И Мы Живем И Расточаем Порой И Знаете Когда Мы Живем С Богом Мы Не Расточаем Мы Собираем Все Что Сделаем Бог Будет Умножать Но Когда Без Его Мы Живем Без Его Тратим Нашу Жизнь Наше Здоровье Наши Годы Наши Имения Все Что Мы Имеем Без Бога Это Все Мы Расточаем Иисус Сказал Кто Со Мною Не Собирает Он Расточает И Мы Когда Били Без Бога И Расточили Все И Банкротство Было Пришел Нашей Жизни И Не Получается Не Получается Не Получается И Без Бога Даже Миллионы Дадут Все Равно Не Получится Миллиардер Есть Сегодня На Земле Но Все Равно Они Много Чего Потеряли 100% Любого Миллиардера Спрашивайте Без Бога Он Все Равно Нерадостный Он Наверное Предпочитал Не Иметь Этого Всего А Имел Любви Имел Отношение Жизни С другими Людьми А В этом Мире Без Бога Ты Можешь Только Потерять Ты Можешь Что-то Приобретать Все Будут Завидовать Тебе Но Все равно Ты Такое Многое Дорогое Потерял Который Даже Совместить Невозможно И Знаете Поэтому Когда Мы Во Христе Иисусе И Этот Сын Когда Пришел Себе Что В Мозги Там Изменился У Мишление Изменился Пойду К Отцу Моему И Что Скажу Я Недостоин Бить С твоим Сыном Прими Мне Как Одного Раба То Я Согрешил Я Недостоин Я Бесславный Твое Имя И Он Пришел Знаете И Отец Вышел Навстречу Это Милость Отца Отец Его Не Судил Ему Не Сказал Ты Блюдник Расточил Все Мое имение Тебе Наказание Отец Не Наказал Ему Даже Отец Ему Не Сказал Да Будешь Моим Рабом Он Этого Даже Не Сказал Он Обнимали Его Сказал Ты Мой Сын Поэтому Здесь Писание Говорит Кто Его Принял Его Слово Им Дал Власть Называться Сыновями Мы Не Сыны Божьи Мы Раби Греха Грех Уничтожал Наши Жизни Теперь Мы Вернулись К Богу И Говорим Господь Мы Принимаем Твой Визов Принимаем Того Чего Ты Говоришь Идите Ко Мне Все Уставшие Обремененные Мы Уже Устали В этом Мире Без Себя У нас Не Получается Что Не Хватает Нашей Жизни Что Не Хватает Жизни Не Хватает Все Есть Но Жизнь Нету Наслаждения Нету Того Чего Мы Наслаждаться И Радоваться Вот Этого Нету Все Что Приходит Через Неделю Как будто Ничего Нету У нас Опять Мы Пустые Этот Вакуум Пустой Наш Духовная Жизнь Не Запольняется Это Место Бога Не Запольняется Ничем Ты Не можешь Заменитель Нету Как Есть Кож Заменитель Пластиковый Заменитель Стекло Заменитель То Всего Чего Есть На Заменитель Но Заменитель Бога Нету Хотя Люди Хотят Создавать Богов Но Это Заменители Они Не Могут Наш Дух Потому Что Наш Дух Не Заменитель Это Оригинал Это Реально Ему Нужно Оригинальный Амин Поэтому Всегда Давайте Ищем Оригинал И Сын Вернулся И Отец Помиловал Его Принял Домой Теперь Он Не Достоин Сидеть За столом Отцом Он Достоин Бить Среди Этих Рабов Но Так Как Уже Не Он Решает А Любовь Отца Милость Отца И Благодать Дар Божий Что Он Не Вменили Ему Грех Не Обвинял Своего Сына Потому Что Он Признал Его Как Сына И Он Как Сын Должен Сидеть За столом За Своим Отцом И Отец Ему Дал Новую Одежду Перст Это Как Власть И Обувь На Ногах Что Ты В моем Доме Имеешь Везде Ходить Это Все Мое Твое Из Упитанного Целенка И Знаете Начали Веселиться И Радоваться Потому Что Этот Сын Бил Мертв Теперь Стал Живой То Ест Он Бил Мертв Он Бил Потерян Но Он Бил Потерян Но Он Не Потерял Сво Сынов Он Бил Мертв Мертв Бить Это Не Означает Ты Уже Потерял Сво Сынов Знаете Самое Страшное Потерять Сынов Что Уже Отец Скажет Тебе Я Тебе Не Знаю Но Пока Отец Знает Тебе Как Ты Сын Его Как Ты Его Родной Но Твое Мертвое Состояние Твое Греховное Состояние Это Еще Тебе Не Отнимает Того Что Ты Сын Бога Живого Понимаете Сыновство Восстанавливается И Отец Восстанавливает Это И Он Не Сказал Ты Мой Раб Он Говорит Ты Мой Сын Поэтому Кто Принял Слово Отца Послание Через Христа Их Отец Дал Власть Называть Себе Детьми Божьими Я Сын Бога Живого И Знаете Домашний Сын Бил Там Когда Он Дом Отца Бил Вроде И Он Пришел Говорит Столько Я Работал Ты Мне Не Дал Ни Одного Козленка То есть Он Говорил Отцу Что Ты Недоценил Меня Ты Недоценил Мою Работу Мое Действие Мое Послушание Я Заслужил Этого Я Достоин Этого Хотя бы Козленка Я Достоин И Понимаете Отец Удивлен Говорит Все Мое Твое Почему Ты Так Думаешь Почему Ты Отделяешь Тебя От Меня И Знаете Он Через Своё Достоинство Хотел Хотя бы Одного Козленка Получить Но У него Не Было Дерзновение Взять Потому Что У него Сердце Сыновство Мертвое Было Посмотрите Разница Тот Кто В доме Бил Он Его Вера Не Била Он Не Сохранил Сыновство Он Не признал Что Сын Хотя Он Бил Рядом Но У него Умер Сыновство У него Умер Познание Что Это Мой Отец Всё Что Его Это Мое Вы Слышите Или Нет А Тот Который Бил Свинярники Он Еще Не Забыл Что Он Сын Он Там Говорит Пойду Скажу Я Недостоин Бить С Твоим Сыном Но До Этого Он Уже Признал Все Равно Но В сердце Его Он Не Бил Далеко В сердце Он Бил Всегда Признал Что Он Его Отец И Тогда Когда Он Уже Признал Свою Вину Он Тогда Принял Решение Скажу Что Я Недостоин Бить Своим Сыном Сделай Мне Как Одного Раба И Знаете Он Таким Путем Пришел Когда Пришел Похоронить Сыновство Отец Не Дал Похоронить Сыновство Потому Что Отец Всемогущий Он Родил Не Для Того Чтобы Похоронить Он Родил Чтобы Они Имели Жизнь Вечную Наш Отец Небесный Не Родил Чтобы Нам Похоронить Когда Человек Похороняет Своё Сыновство Он Не Верит Бога Что Он Сын Бога Живого Он Уже Похоронил Своё Сыновство Он Уже Судил Себя Он Себя Хранит Своё Сердце Что У Тебя Есть Бог Отец Ты Считаешь Что Ты Недостоин Приди К Нему Но Все Равно Не Потерял Это Сыновство Приди К Богу Он Любит Тебя Он Принимает Тебе Поэтому Жертвовал Своя Сына Освятить Наш Разум И Сказать И Все Мои Дети И Все Мои Сыновя И Дочери Я Вас Принимаю Потому Что Вы Приняли Моего Сына Вы Такой Как Он Поэтому Иисус Сказал Если Вы Дети Авраама Вы Мне Приняли Но Вы Теперь Мне Хотите Убить Потому Что Ваш Отец Дьявол Но Те Которые Приняли Его Они Дети Авраама Поэтому Ты Принял Иисуса Ты Сын Авраама Ты Сын Бога Живого Его Слово Имеет Место Твоем Сердце Он Любит Тебя Он Принимает Тебя Он Будет Благословить Твою Жизнь Просто Войти Его Царство Войти Внутрь Его Не Своими Делами А Что Как Отец По Своей Милости По Своей Любви По Своей Благодати Он Наполнит Твою Жим Всякими Благословениями Богатствами Славы Своей Халли Давай Станислав Господа Халли 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 Знаете Не приходи К Богу Как чужой Чтобы от Бога Получить что-то Приходи Сейчас К Богу Как Сын Поднимаешь Твои руки Посмотри На Бога Как Ты Его Сын Как Новорожденный Человек Посмотри На Него Может Ты Недостоин Чего Твой Совет Тебя Обличает Но Он Твой Отец Он Твой Отец Он Все Сделает Не От Того Что Ты Проявил А просто Будь Искренним Сейчас Признавай Что Ты Сын Бога Живого Потому Что Ты Признал Что Иисус Сын Бога Живого Он Слава Божия На Земле Он Принес Добрый Вес Твоей Жизни Он Пришел Восстановить Твое Усиновление Восстановить Тебе Сделать Сыновьями Дочерями Бога Отца Нашего Небесного И Отец Небесный Прямо Сейчас Мы Поднимаем Наши Руки К Тебя Отец И Благодарим Наших Сердцах За Милисть И Любовь Твою За Истину Твою Господь Что Когда-то Мы Были Чужие Мы Не Знали Господь Но Ты Послал Своё Слово Наших Сердцах И Признали Твое Слово Что Твое Слово Это И Ты Господь Бог И Ты Даешь Нам Власть Что Я Твой Сын Я Больше Не Чужой Ты Мой Отец Небесный Пусть Израиль Вся Благословение Небесное Нашей Жизни Пусть Израиль Вся Благодарство Благословение Нашей Жизни Господь И Мы Говорим Дьяволу Дьявол Отдай Назад То Что Дьяв Градовал Нас Верни Все Наши Благословения Отдай Назад Нашу Здоровья Наши Финансы Наши Богатства Которые Дану Нам Отнашиваться Небесного Которые Сначала Сотвори Лебую Землю Для Благословения Наслаждения Моей Жизни И Сейчас Я Устанавливаю И Говорю Фор Верни Назад Имени Мисуса Имени Мисуса Имени Мисуса Имени Мисуса Аллилуйя Аллилуйя Praise the Lord Аллилуйя Отец Слава тебе Во веки веков Come Bless Him To hear Right Аллилуйя